Привет! Для тех, кто меня не знает, меня зовут Данис Тардинов, мне 20 лет и я являюсь студентом технического университета. У меня есть цель построить успешный бизнес, прокачать себя и быть максимально полезным для вас. С каждым новым выпуском мы будем заходить в малый и средний бизнес, разбирать абсолютно разные ниши, искать подводные камни и просто знакомиться с успешными действующими предпринимателями. Могу рассказать, например, что к нам как-то обратился такой интим-салон. Полный фарш будет просто. Это было 12 лет. Я считаю, что вот это может сказать такое начало, как большой взрыв. Есть такой факультет в УГАТО, ФИРТ, известный на самом деле. ФИРТ, привет! Да, ФИРТ, привет! Сегодня первый выпуск на нашем канале и мы разберем самое крутое диджитал-агентство в городе Уфа. Лофти Лап. Итак, Хрушет, мне очень приятно видеть тебя в гостях нашей программы. Привет! Привет! Итак, начну сразу с первого вопроса. Расскажи, пожалуйста, о себе, свою историю, как всё это начиналось, с чего ты начинал, свои ошибки, свой опыт и так далее. Ну, что могу сказать о себе, да? Не особо люблю себя хвалить, но что есть, то есть. Я в школе был ботаником, всегда уделял очень большое внимание учёбе, и это дальше продолжилось уже в университете. Я поступил в авиационный университет. Я уже там в возрасте, наверное, 16-17 лет, я уже был чётко определён по выбору своей профессии будущей. Я пошёл учиться на программиста. Есть такой факультет в УГАТУ, ФИРТ, известный на самом деле. Привет! Да, ФИРТ, привет! Я окончил там специальность математическое обеспечение. То есть, по большому счёту, я вышел готовым таким программистом-математиком. И на самом деле тот опыт, который я получил, выполняя какие-то лабораторные работы, дипломные работы, это всё применяется сейчас мной. Всегда меня тяготило то, что людям как-то сложно общаться. Ну, реально, есть такая история, что с друзьями редко видишься, порой тяжело как-то быстро выйти на связь. И когда вот начал развиваться интернет, меня это очень вдохновило. Я просто помню, когда появились первые смартфончики с очень медленным интернетом, ещё тогда был мобильный интернет. И я благодарен родителям, что за пятёрки в дневнике они мне купили первый смартфон. Я тогда начал активно этим интересоваться. Лет, наверное, ещё в 12, когда был первый смартфон, очень медленный интернет, очень дорогой. Там реально данные передавались через телефонную линию. То есть, шёл звонок, и в звонке передавались данные. Я тогда создал первый сайт, это было 12 лет. Я считаю, что вот это, можно сказать, такое начало, как большой взрыв. В университете я продолжил заниматься параллельно учёбе разработкой сайтов, SEO-продвижением. Я даже дипломную работу выбрал по своей теме, по системе ранжирования поисковых систем. То есть, разбирался, как работает поисковая система. Кстати, там же познакомился тоже с одним известным предпринимателем. Мы учились с ним на одном потоке. Это Павел Зилёв, компания «Лидер поиска». Я думаю, представление не нуждается. И я понял тогда, увидев, что мы вдвоём занимаемся одной сферой, я понял, что в этой теме точно есть потенциал, интернет развивался. Но после того, как я выпустился, я столкнулся с тем, что нужно было искать работу. Нужно было понять, вообще, чем дальше заниматься. Я понимал, что я программист, и есть плоскость, где стыкуется моя любовь, да, интернет, и моё образование программиста. Это веб-разработка. То есть, как раз-таки, создание сайтов, создание каких-то сервисов, может быть, даже мобильных приложений, я и этим занимался. И я решил себя найти в этом. Первым делом я отправился к одному из таких самых известных работодателей в Уфе, в банк, в банк Уралсивья. Пытался тогда устроиться на работу. Сделал тестовое задание, очень старался. Там с утра приезжал, в 8 утра, как штык на собеседование. Разработал целый сайт банка. Но в итоге, спустя 4 собеседования, мне объявили, что, извини, ты нам не подходишь. То есть, для меня это был удар, реально удар. Потому что я, по сути, потратил несколько лет жизни, большую часть своей жизни на образование. И я почему-то считал, что меня должны с первого раза взять такого хорошего, такого красивого. Но столкнувшись с тем, что мне отказали, я не опустил руки. Я все равно продолжил поиски работы. И пошла такая вереница различных собеседований разных работодателей. В итоге, вот как вот история есть такая, основатель компании Alibaba, Aliexpress, он рассказывал, как он 10 раз подавал заявление в Гарвард, и 10 раз ему отказывали. Он пытался устроиться в полицию, ему отказывали. Брали всех, кроме него. Вот мне примерно то же самое было. Я думаю, что это такой типичный путь предпринимателя, когда в тебе не увидели потенциала, и ты решил этот потенциал сам реализовать. Но на самом деле у меня чуть было получше все, потому что меня пригласили работать в агентство. Очень крутое на тот момент агентство. Оно единственное из Уфы, насколько я знаю, которое вообще попало в федеральный рейтинг, в топ-100 агентств России. И я, по сути, там постиг науку, вообще что такое комплексный диджитал. Не только разработка сайтов, не только SEO-продвижение, а еще и SMM, контекстная реклама, CRM-система и так далее. Коллектив был шикарный, полтора года пролетели просто незаметно. Я там очень сильно вырос. К сожалению, у нас разошлись взгляды с руководителями. Там даже сам состав основателей, он тоже раздробился. То есть ушел генеральный директор в свободное плавание. Собственно, ушел и я тоже в свободное плавание. И где-то в течение года я пытался что-то начать делать. То есть я пытался найти клиентов, я пытался уже построить какой-то собственный бизнес. Вот то здание, где мы находимся, это, по сути, такое первое гнездышко. Потому что у меня здесь был кабинетик 10 квадратных метров. Сейчас его арендуют уже другие люди. Я все жду, когда освободится, чтобы его под музей агентства выделить. И я начал выполнять проекты. У меня просто есть такой подход к работе. Я всегда стараюсь добить до конца. То есть сделать даже больше, чем нужно. И я не успокаиваюсь, пока я не доделаю. То есть у меня такая черта, она еще со школьных лет. Я всегда сидел там до трех ночи, уроки делал. В университете тоже постоянно засиживался до 10 вечера, пока не выгоняли меня охранники из аудитории. И вот это у меня продолжилось в работе. И я постоянно дожимал, дожимал, все дожимал. И это начали замечать клиенты. Сначала это были мелкие клиенты. Я брался вообще за все. Причем я делал комплекс. То есть если в студенческие годы я разрабатывал сайты, и все на этом конец, то сейчас я уже начал делать и SMM. Создавал социальные сети, настраивал там таргетированную рекламу. Объединял это все в единую такую инфраструктуру. Диджитал инфраструктуру. Внедрял CRM-систему. Все делал один я. То есть такой человек-оркестр. Уже тогда было зарегистрировано юридическое лицо. Уже тогда название было. Это отдельная история, как название появилось. Но тогда уже агентство так и называлось. То есть я не переименовывался. То есть изначально Ловтелапа назывался? Изначально так и называлось. У меня был опыт. Я не буду на нем останавливаться. Был опыт создания такой небольшой веб-студии. Виртуальной, скажем так, без офиса. Но вот если говорить об агентстве текущем, то как договорился я когда-то сам с собой, что вот так будет называться, и все, там никакого технического названия, ничего. Поэтому я говорю, вот этот подход дожимать до конца. Пока не выведу бренд, там неважно, как я его назвал. Пока я его не раскручу, не сделаю топ-1, я не успокаиваюсь. И когда уже люди заметили, рынок вообще заметил, что кто-то появился на рынке, который берется за проект и ураганит так, что его не оторвешь от него. Ну это как бы не мои слова даже. То есть мне так говорили все клиенты. Они начали по рекомендациям привозить мне своих друзей, знакомых. И я понял, что я не справляюсь. Просто не справляюсь. Я реально круглыми сутками работал, без выходных. И я понял, что надо нанимать уже помощников. Естественно, так как я программист, первым делом я нанял программиста. Хотя вот все предприниматели знакомые мои, все какие-то бизнес-тренеры, они говорят, сначала нанимай HR. Потому что он тебе будет потом команду строить. Да, он тебе будет подбирать. У нас пока до сих пор нет HR, пока у нас этот бизнес-процесс сирота. Ну как бы и сирота, и одновременно сын полка такой. То есть все занимаются у нас компанией HR, топ-менеджмент, я занимаюсь. Но первый был программист, затем был дизайнер, потом SMM-специалист, потом у нас появился интегратор, потом у нас появился таргетолог. И вот таким образом у нас начала формироваться команда. Буквально в течение первых пяти месяцев мы выросли до пяти или шести человек. И нам уже стало тесно в том кабинете, в котором мы сидели. И мы сняли тот офис, который и до сих пор является таким основным, где дислоцируются все наши специалисты. Этот офис не здесь, мы сейчас находимся в отделе продаж. Тот офис мы посмотрим сегодня обязательно. Там у нас такой как бы храм технологии, храм производства. Потому что офис реально большой, двухуровневый, open space. То есть ребята там слышат, о чем общаются в соседних отделах. Они могут там быстро друг с другом перекинуться словами. То есть коммуникация очень быстрая. И в целом большое внимание уделялось комфорту работы. Я думаю, мы чуть позже об этом тоже поговорим. Собственно, после того, как такой скачок произошел, мы переехали в большой офис, у нас дела пошли в гору. Мы начали набирать новых людей, начали приходить к нам интересные проекты. И все закрутилось, завертелось. И вот в данный момент шоу продолжается, скажем так. Поэтому вот краткая такая история от начала и до конца. Ну, я бы сказал, от начала и до сего момента. Так что продолжение следует. Продолжение следует, да. Отлично. Так же, со школьных лет я увлекаюсь игрой в КВН. Расскажи, пожалуйста, вот смотри, на май 2019 года компании, сколько вообще компании оцениваются на данный момент? И что-нибудь в цифрах расскажи от сотрудников, там, допустим, сделки, клиенты и подобное. Какие-то цифры, да? Да, 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 вот сами цифры интересные. Ну, смотри, вот мы ведем CRM-систему с самого начала работы компании. И сейчас в базе более трех тысяч компаний. Это все компании, которые к нам обращались. Не обязательно мы с ними сработались. Но в базе у нас уже три тысячи компаний. Я могу еще сказать количество проектов, которые находятся на постоянном продвижении. Да, да. Просто есть услуги, такие как SMM, контекстная реклама, где специфика – это ежемесячное обслуживание. Так вот, у нас в пике было больше 40 проектов по ведению контекстной рекламы. По SMM было больше 20 проектов по продвижению. Сейчас поменьше стало. Мы вообще в целом 2019 год выбрали таким, выбрали вектор сокращения портфеля для того, чтобы сконцентрироваться на проектах, которые будут в портфеле. То есть хотим еще глубже работать, еще сильнее, еще лучше давать результат. Поэтому немножко мы свой портфель оптимизируем проектов. Поэтому большие цифры для нас уже это не самоцель. Для нас самоцель – это качество, высокое качество. Поэтому пусть будет меньше проектов, но они будут очень успешные, и клиенты будут, условно говоря, визжать от радости, что в несколько десятков раз, может быть, окупаются наши услуги, а не просто там «два или три». Хуршет, расскажи, пожалуйста, какие-нибудь курьезные случаи, которые у вас вообще происходили на работе либо во время проделывания каких-либо проектов. Ну, я люблю вообще такие вопросы, потому что курьезы происходят каждый день. Мы вообще стремимся работать весело, чтобы всегда настроение было у нас хорошее. Поэтому как только появляется какой-то повод посмеяться, мы обязательно его не упускаем. Бывают обращаются к нам какие-то очень редкие ниши, и бывает, что они настолько редкие, настолько необычные, что это само по себе уже вызывает смех. Могу рассказать, например, что к нам как-то обратился такой интим-салон. Они к нам пришли, сначала они не сказали, чем они занимаются, они аккуратненько начали выяснять, чем мы вообще можем помочь им, просто как компании, которая нуждается в рекламе. Мы все рассказали, причем пришел молодой человек и девушку в очень коротких шортиках, вот она представилась директором по развитию. Сидела, очень томно дышала, ну, я подумал, может быть, просто это дресс-код такой. А потом они уже открыли все карты и сказали, что, ребят, только один нюанс есть, мы занимаемся, ну, такими услугами, очень древними услугами. Мы, конечно, сразу начали отмахиваться, так не стоит, мы вряд ли сможем вам помочь, потому что у нас есть устав, где мы прописали, что мы такими вещами не занимаемся. На что нам было предложено, ребята, мы можем вам очень хорошим бартером заплатить. Мы, конечно, очень вежливо попросили их побыстрее покинуть в офис, потому что реально, ну, разговаривать не о чем было. Потом к нам обращался, например, такой интересный мужчина, у него свое детективное агентство. Во-первых, он пришел и очень подозрительно на всех смотрел, то есть, что уже вызвало у нас определенное замешательство. Потом он начал рассказывать, чем он занимается. И в спектр, например, его услуг там ходит слежка за супругой, или, например, добытие информации о каком-то там недруге, да, или вообще там скрытое подслушивание, скрытое видеонаблюдение. То есть, он на таких вещах начал рассказывать, что волосы дыбом начали вставать, что это вообще возможно. Мы, конечно, не стали ему отказывать сразу, потому что начали просто думать, может быть, все в рамках правового поля, то есть, если не нарушается закон, то почему бы не продвигать это? В итоге мы все-таки решили отказать, потому что, ну, скажем так, был усмысленный проект, был непонятно, вроде и в плюсы, вроде и там подглядывание, подсматривание. Но в чем здесь заключается курьез? В том, что когда человек этот ушел, мы с нашим коммерческим директором начали переглядываться и друг друга подкалывать. Например, он мне сказал, «Слушай, у тебя под столом подслужка». И я начал сразу искать, ну, на полном серьезе. Я решил потом в ответ подколоть. Я говорю, «А что у тебя на руке там?» Ну, то есть, мы никогда не относимся к работе там с такой серьезностью, когда ты там, не знаю, очень переживаешь, уйдет, не уйдет клиент, там стоит, не стоит попробовать поработать. Для нас это все, с одной стороны, игра. То есть, мы в таком игровом моменте все это делаем. И я думаю, что это тоже один из таких ключей к успеху, потому что, когда мы относимся слишком серьезно, мы можем, во-первых, что-то упустить из виду, ну, что-то такое эмоциональное, да, эмоциональную составляющую какую-то. А во-вторых, мы можем просто слишком зашориться. Все-таки мы креативщики, мы должны быть веселые, мы должны давать немножко такую долю драйва в своей работе. Хуршет, скажи, пожалуйста, каким образом вообще в целом происходит обучение ваших сотрудников, то есть образование, развитие и так далее? Ну, я, во-первых, сразу скажу, что пока мы не берем абсолютно нулевых сотрудников, которые просто талантливы, но не разбираются ни в чем, мы берем уже сразу сформированных профессионалов. Просто профессионалов, у которых еще потенциал большой, и просто они не могут нигде раскрыться. Допустим, на прежнем месте работы или там фриланс, им не позволяет раскрываться полностью. Да и вообще в целом работа в команде это то, что строится тяжело, долго, и не каждая команда работает слаженно, поэтому мы даем возможность профессионалам раскрываться в именно хорошо построенной команде. Обучение у нас есть, мы постоянно с ребятами собираемся, покупаем какие-то онлайн-курсы, смотрим на проекторе, мы читаем книги, порой ребята сами занимаются образованием своим собственным, то есть они дома на выходных тоже смотрят какие-то курсы, покупают какое-то онлайн-обучение. Также мы ездим на конференции, на мастер-классы, стараемся не упускать, то есть постоянно в тренде держимся. Если говорить о каком-то более серьезном таком обучении, я лично сам стараюсь передавать опыт, то есть в живом виде, когда ведется работа над проектом, я рассказываю, как нужно делать из опыта своего, и постепенно у нас такой обмен информацией происходит. Мы также несколько месяцев назад запустили базу знаний у себя внутри, то есть мы сохраняем какие-то статьи, и какие-то собственные пишем главы из этой базы знаний, где мы для будущих каких-то сотрудников или просто для того, чтобы между собой обменяться в таком системном виде, в текстовом виде, мы сохраняем там свои знания. Также у нас в будущем стоит в планах запуск реально настоящего обучения, серьезного продукта в сфере диджитал. У нас уже был опыт, когда к нам приходили клиенты и просили помочь разобраться там в СММ, к примеру, там преподать 5-10 уроков, и мы не отказывали, мы ребятам просто внеурочно давали возможность этим позаниматься, то есть они сами уже обучали. А сейчас мы хотим это сделать уже серьезно, то есть создать такой суббренд, допустим, назвать его как-нибудь там Lofty School, и запустить там обучение диджиталу. Тем более мы постепенно захватываем тот этаж, на котором мы дислоцируемся. То есть у нас раньше был один офис, один кабинет, потом два, сейчас уже третий сняли, и в планах еще и снять. Здесь есть класс замечательный, в который мы можем как раз-таки какие-то уроки давать клиентам. Так что в планах запуск школы собственной для того, чтобы обучать не только будущих сотрудников своих, но и в целом обучать предпринимателей, обучать людей, которые хотят в эту сферу войти. То есть мы не как собаки на сене, там какие-то инсайты для себя открыли, какие-то технологии там сами разработали, или просто переняли, и держим это внутри себя. Нет, мы стремимся это рынку отдавать, чтобы в целом развивать уровень диджитал-технологий у нас в Уфе, в Башкирии. Я считаю, что это правильно, когда ты достигаешь определенного уровня, нужно потом уже отдавать миру то, что ты когда-то забирал, и от этого тебе будет еще лучше, ты пойдешь на следующий уровень. Итак, друзья, спасибо, что досмотрели наш выпуск до конца. Пожалуйста, оцените его в комментариях, и до встречи в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok